Открывай Субтитры создавал DimaTorzok Твоя любовь И ничто не облучит меня От твоей любви И я в конце всей послой Нехожу без пустыни С тобой, о мой, возлюбленный Я в конце всех историй Выхожу из пустыни С тобой, о мой, возлюбленный Всего большего Всего большего Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дмитрий 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 выйдет и будет служить. Ты достоин выше своей. Бог мой, ты добрей всех милостей. Медленный нагрев, Бог мой, ты добрей всех милостей. Медленный нагрев, люблю твои пути, люблю твои дела. О, как твой разум высок и сердце прекрасно, Бог, люблю твои пути, люблю твои дела. О, как твой разум высок и сердце прекрасно, Бог, ты прекрасен. О, как твой разум высок и сердце прекрасно, Бог, это прекрасно, Бог, и сердце прекрасно, Бог, и сердце прекрасно, Бог. Бог мой, ты добрее всех милостей, медленный нагреть. Бог мой, ты добрее всех милостей, медленный нагреть. Люблю твои пути, люблю твои дела, о как твой разум весел и сердце прекрасно. Бог, люблю твои пути, люблю твои дела, о как твой разум весел и сердце прекрасно. Бог, люблю твои пути, люблю твои дела, о как твой разум весел и сердце прекрасно. Бог, люблю твои пути, люблю твои дела, о как твой разум весел и сердце прекрасно. Бог, люблю твои дела, о как твой разум весел и сердце прекрасно. Бог, люблю твои дела, о как твой разум весел и сердце прекрасно. Добра Твой своей, влеки меня к себе. Окружи любовью, милостью объемной. Добра Твой своей, влеки меня к себе. Окружи любовью, милостью объемной. Добра Твой своей, влеки меня к себе. Окружи любовью, милостью объемной. Добра Твой своей, влеки меня к себе. Добра Твой своей, влеки меня к себе. О, как твой разум, Господь, и сердце прекрасно, Бог. Люблю твои пути, люблю твои дела. О, как твой разум, Господь, и сердце прекрасно, Бог. Люблю твои пути, люблю твои дела. О, как твой разум высок, и сердце прекрасно, Бог, люблю Твои пути, люблю Твои дела. О, как твой разум высок, и сердце прекрасно, Окружи любовь, милостью объемли, Добро Твой своей влеки меня к себе. О, как твой разум высок, и сердце прекрасно, Окружи любовь, милостью объемли, Добро Твой своей влеки меня к себе. Люблю Твои пути, люблю Твои идеи. О, как твой разум высок, и сердце прекрасно, Окружи любовь, милостью объемли, Добро Твои дела. О, как твой разумный сон и сердце прекрасный, ой. О, как твой разумный сон и сердце прекрасный, ой. О, как твой разумный сон и сердце прекрасный, ой. О, как твой разумный сон и сердце прекрасный, ой. О, как твой разумный сон и сердце прекрасный, ой. О, как твой разумный сон и сердце прекрасный, ой. О, как твой разумный сон и сердце прекрасный, ой. О, как твой разумный сон и сердце прекрасный, ой. О, как твой разумный сон и сердце прекрасный, ой. О, как твой разумный сон и сердце прекрасный, ой. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Иисус, я знаю, при тобой. Иисус, я знаю, иисус, я знаю. Иисус, я склоняюсь пред тобой. Иисус, я знаю, иисус, я знаю. Иисус, я знаю, иисус, я знаю. Иисус, я знаю, иисус, я знаю. Иисус, я благодарю тебя за каждую душу, которую ты увлек. Увлек, увлек любовью, увлек глубиной, увлек мудростью, увлек святостью. Иисус, я благодарю тебя. Иисус, я благодарю тебя. Иисус, я благодарю тебя. Я благодарю тебя, драгоценный, любящий и творящий историю. Иисус, я благодарю тебя. Я благодарю тебя, что ты знаешь, как через нас, как через каналы проходить в эту глубину, производить эту работу, которая доступна только небу. И поэтому мы открыты сегодня, чтобы ты действовал, чтобы ты творил свои глубокие, глубокие намерения, высокие и масштабные планы. Иисус, я благодарю тебя, что ты не без нас это захотел делать, но ты взял слабого человека в свой удел, чтобы висеть силу тем, которые высоко думали о себе. Но я благодарю тебя, Господи, что мы так высоко думаем о тебе, о тебе, масштабный Бог, о тебе, величественный Царь, о тебе, любящий Отец, о том, который вселился в человека и зашел в эту глубину сердца нашего. Отец, благодарю тебя, что тебе не тесно в нас. Ты захотел расширить наши пределы. Ты захотел являть еще больше славы твоей на земле. И мы согласились на это расширение. Мы согласились на этот масштаб твоей любви, Чтобы он проливался через нас на иссокшие земли, Превращая пустыни в сады, Чтобы пустыня расцветала, а степь стала лесом. Я благодарю тебя, Дух Святой, В тот период и сезон человечества, когда вырубается все, что когда-то росло, А ты говоришь, а я насаждаю, а я насаждаю. О, Бог мой, слава тебе, слава тебе, родной, слава тебе, вечный, Слава тебе, любящий, слава тебе, спасающий, Слава тебе, неизменный в слове любви, Что с таким Богом мы в заветных отношениях, С таким Богом у нас возможность вечерять каждый день, Встречать рассвет каждый день, Идти в глубину ночи за тобой и просыпаться в объятиях любви. Я благодарю тебя, Бог мой, Я благодарю тебя за это слияние, Слияние твоего духа с человеческим духом. Слава тебе, слава тебе, что на нас печать твоего благоволения, На нас печать царственного священства, И об этом знает духовный мир. Я благодарю тебя, что ты скоро вскроешь это физического мира, Что значит для тебя церковь твоя, Что значит для тебя невеста твоя, Что значит для тебя голубица твоя. Ты покажешь и заберешь ее с земли. О, мой Бог, я благодарю тебя, Я благодарю тебя, что ты знаешь, Как снять этот занавес, Как явить всему человечеству Твой шедевр, над которым ты трудился в веках. Отец, благодарю тебя за сына твоего, За высокую цену, которую ты оценил каждого из нас. Благодарю тебя, Рави Бладос, Мексей, Мой глорик, амад да витали плэжес, Тули вар пиро прайсес, О, мой Бог, лакан от лидо плодфактар, Кара бита простас, Мой хис, армар да витулис, Мой глорик, армира паратан, Дагитвата плидос крэйсес, Лосан, амад да витопират, Мой гад, ламина палатан, Дагитвайзан, мертас, О, мой гад, лампиро парафар, Дагитвата плодфактар, Дагитвата плодфактар, Пусть убираются крышки, Запоры, Пусть уходят все ограничители, Потому что пришла река твоя, И этой реке надо заполнить все зухие русла, Войти в каждый дом, Войти в каждую судьбу, Протянуть им руку и сказать мир тебе, Протянуть жезл благоволения, О, мой гад, ламп тутан, Дагитвата плодфактар, Дагитвата плодфактар, Дагитвата плодфактар, О, лампиро парафар, Дагитвата плодфактар, Когда невеста твоя может быть в состоянии, Испири в трепете, Идущая к царю, Но жезл благоволения простерт. Я благодарю тебя за это, отец, Я благодарю тебя, Что мы высокая цена крови сына твоего, Я благодарю тебя за время, Которое мы имеем здесь, Что оно еще у нас есть. И как бы мы не хотели слиться с небом, Уже она вечно, Но, Боже, эту ценность времени Мы сегодня до конца понять не можем. Но осознаем хотя бы отчасти, Что у нас оно есть, И мы можем творить твою волю на земле. И потому благодарю тебя За каждое мгновение прожитой жизни, За твою подготовку для этого сезона, Каждого из нас, И я благодарю тебя, Боже, Что ты знаешь, для чего И как ты нас готовил. Какие у тебя задачи для нас есть На этот сезон, мы не хотим пропустить, Не хотим спрятаться, Не хотим идти в сторону, Но говорим, Господи, веди, Веди своих героев, Веди каждого на высоты, Которые ты для нас определил, Чтобы никто не остался в долине, Но каждый захотел подняться Что ты делаешь нас невидимыми для врага, Ты закрываешь его глаза, Ты лишаешь его способности Не только мешать, Даже видеть, Что здесь происходит. Поэтому мы запрещаем любому бесу и демону Прикасаться к тому, Что есть строение Божье на этой земле. Мы запрещаем приходить на эту территорию И говорим, Ангелы Божьи, вычищайте Все уголки, Вычищайте атмосферу, Проходите вокруг этого здания И станьте плотным кольцом. О, мой Бог, Тропартер, Авида Престас, Маловато, Клайс. Мы творим, Господь, с тобой Эту молитву И совершаем труд веры на земле. И я благодарна тебе, Господь, Что у нас есть власть Полагать в предел тьме. И мы это делаем. Мы делаем и полагаем предел тьме Не только на этом месте, Но в этом городе, В центре России, На этой земле. Мы говорим, Отсюда идут твои волны, Отсюда идут твои круги дальше, Чтобы освобождать территорию На севере и на юге, И на западе и на востоке. И в центре земли Твори, 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 отец. Твори все, что ты задумал. Твори все, что ты начал. Твори все, что ты хочешь, Боже. Мы доверяем твоей любви. Мы доверяем твоей великой мудрости. Мы доверяем твоему совершенству. Мы доверяем твоей вечности, Которая в нас уже имеет начало. Мы доверяем тебе, что ты трудился в веках, И сегодня ты не ушел с трона. Ты тот же Бог. И могущество твое Знает земля И узнает еще больше. Потому что ты не истощился с веками, Ты не устал и не утомился с годами. Благодарю тебя, отец. Благодарю тебя, Что мы можем сейчас свои сердца отдать под твою власть. Сказать, Господи, трудись. Это почва твоего сада. Трудись. Это сердце, в котором ты захотел обитать. В котором ты захотел жить. Поэтому совершай там свою уборку, Совершай свою прополку, Совершай свою работу, отец. Ты не просто виноградарь. Ты еще и садовник. И ты и лесник. Ты все в себя вмещаешь. Ты тот, кто управляешь морями, океанами, Планетами. Благодарю тебя За это время погружения В твою суть, В твое слово, В твою истину, В твою вечность. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Воздайте Богу славу. Он достоин ее принимать. Слава Богу. Спасибо всем. Спасибо, дорогие. Друзья, рады с вами познакомиться. И знать, что это Россия. Я много бываю в разных странах, Но очень приятно Сознавать, что в России Есть Божий народ. Потому что для меня это огромная ценность, Потому что это цель, Которую когда-то мне показал Бог. Россия для Христа. И она сегодня поднимается. И она сегодня Организуется. Мало подняться. Надо быть организованными. Надо знать, для чего И куда мы движемся. Я хочу, чтобы этот вечер для нас был такой стартовой площадкой, С одной стороны. А с другой стороны, некоторым основанием. Чтобы нам идти в сезоны, в которых мы живем, И размышлять о том, что главное сегодня, То надо положить некоторый фундамент. Заложить основания и проверить часы, что называется. Где мы находимся. Правильно ли мы видим и понимаем друг друга. И поэтому для старта я хотела бы начать, наверное, с того слова, Которое я получила буквально час назад, Чуть больше часа для этой церкви. Дело в том, что в моем графике нет возможности заранее готовиться. Поэтому я куда-то приезжаю, Мне надо сразу, так скажем, активно принимать от Бога свежее, То, что надо дать. И поэтому то, что я сейчас прочитаю, Этим я записала последнее. То, что я записывала раньше, Это будет у нас в течение, скорее всего, не одного дня. Потому что там разные направления Господь показал. Но то, что сейчас я хочу прочитать для вас, И послушайте это сердцем. Послушайте это вашим духом. Я сам насадил свой сад в этом далеком краю, Но у меня ничего не потеряно. Я наблюдаю за каждым насаждением в своем саду. То, что невозможно людям, подвластно мне. Я избрал это место для своей славы, Чтобы излить свой поток живой воды, Соединенной с огнем и славой. Всякий, кто будет прикасаться к этому потоку, Будет изменяться. Я работаю с сердцами тех людей, Кто соглашается на обработку моих рук и путей. Сам процесс не приносит комфорт, Но результат всегда восхищает. Не только меня, но и вас. Я радуюсь каждый раз, Когда вижу готовность в сердцах моих детей На глубокую работу и преобразование. Вы отделили это время для меня, И я готов заняться каждым индивидуально. Как я сказал через своего пророка Малахию, Вот я посылаю ангела моего, И он приготовит путь предо мной. И внезапно придет в храм свой Господь, Которого вы ищете, И ангел завета, которого вы желаете. Вот он идет, говорит Господь Саваоф. И кто выдержит день пришествия его, Кто устоит, когда он явится, Ибо он, как огонь расплавляющий, Как щелок очищающий, И сядет переплавлять, И очищать серебро, И очистит сынов левия, И переплавит их, Как золото и как серебро, Чтобы приносили жертву Господу в правде. Тогда благоприятно будет Господу жертва Иуды, Иерусалима, Как в одни древние, И как в лета прежние. И приду к вам для суда, И буду скорым обличителем чародеев, Прелюбодеев, И тех, которые клянутся ложно, И удерживают плату у наемника, Притесняют вдовую сироту, И отталкивают пришельца, И меня не боятся, Говорит Господь Саваоф. Ибо я Господь, я не изменяюсь. В этом процессе надо помнить, Что боль – это не причина, А следствие. И она указывает на наличие проблемы, Которую надо решать. Когда люди боятся встречаться с болью, Но хотят, чтобы я просто сверхъестественно исцелил, Я могу это сделать. Но причину я могу убрать только с вашего согласия. Иначе возвращаются те же горькие плоды, Если не убрать причину. Я вас сделал сотворцами и соработниками с собой. Поэтому мне нужно не только ваше согласие, Но и сотрудничество в процессе преображения и плодоношения. Я уже пришел в свой сад и готов работать с вами. Ваша готовность к преображению и само преображение Повлечет за собой усиление волн. И это захватит гораздо большее количество людей, Чем вы сейчас думаете. У меня есть свои эффекты и пути преумножения. Я хочу удивить этот мир своим садом. Едем я насадил сам, затем поселил туда Адама. А сад в это последнее время я насаждаю вместе с вами. И через это у вас появляется больше интерес к тому, Чтобы ухаживать за ним и заботиться о каждом цветке. Я с вами и остаюсь садовником. Но для меня очень важно иметь ваше осознанное согласие На те процессы, которые очень важны Не только для вашего роста, но и для плодоношения. Итак, друзья, Господь заинтересован в нас. Он уже в этом саду, и Он наблюдает сейчас за каждым из нас. Но что мне хочется отметить? Кто-то из вас когда-то хотя бы какую-то грядочку возделывал. Если не сад, то что-нибудь в огороде, что-нибудь на балконе, Что-то вы возделывали. И вы знаете, что надо сначала выкопать или вскопать. Затем надо убрать дерн, убрать сорняки. Убрать все, что там могло или сможет помешать дальше растению. А потом насаждать. Но почему-то мы думаем, что Господь будет делать иначе. Вот я пришел к Нему с этим дерном. Я пришел все, что у меня там есть. Я говорю, Господи, насади. Насади во мне чудеса. Насади во мне дары. Насади во мне свои планы. Насади. Говорит, хорошо, ну давай займемся. Самой почвой. И тут как-то начинается сразу. Ой, я-то одно просил, а получил-то другое. Потому что люди не дожидаются результата. Они начинают ощущать какой-то дискомфорт. Потому что копнули лопатой. Потому что наткнулись на какой-то камень прошлых обид. Наткнулись на какое-то разочарование. И стали вытаскивать тот дерн, который за это время там нарос. И вот тут, естественно, человек же часть этой почвы. И поэтому начинает чувствовать, что со мной что-то происходит. И далеко не всегда мы можем найти понимание в своем окружении. Потому что не все сейчас находятся в этой обработке. Не все согласились на эту работу в принципе, чтобы Господь начал трудиться. И поэтому нас могут не все понимать. И не надо ждать здесь понимания. Надо ждать сотрудничества с Богом. И продолжать давать Ему эту работу совершать до конца. И когда мы не соскакиваем с жертвенника, а когда мы остаемся там и говорим, Господи, доведи начатое до конца, то это может занять у каждого свой период времени. Кто-то более быстро, потому что там параллельно как-то работал. Кто-то, наоборот, более медленно. Не вопрос, что это плохо или хорошо. Вопрос в том, что не сравнивай себя ни с кем. Кроме Божьих стандартов, к которым Он нас ведет. И поэтому, когда Он начинает с нами работать вот так глубоко, Он говорит, я расширяю твое сердце для принятия других. Если будет очень маленькое твое сердце и тесное, то ты не сможешь вместить всех, кого я хочу тебе привести. И поэтому Господь начинает расширять нас, исцелять, обнаруживать то, что нам мешает. И более того, приводит нас к наследству таким образом. Почему? Потому что написано у апостола Павла в послании Галатам, наследник, доколе в детстве, ничем не отличается от раба. Хотя, Господин, всего. Мы уже рождены в доме царя царей. Мы уже царственные дети. Это уже большой, высокий статус. Но чтобы нам получить доступ к наследству, нужна зрелость. Нужен возраст. И поэтому Господь хочет нас вести к этому зрелому состоянию. И для этого есть так называемые периоды роста. Когда обувь становится тесной, надо переодеться. Когда одежда уже стала маленькой, тоже надо переодеться. Это только во внешнем факторах. А внутри тоже, если бурный рост, не всегда организм может справляться в период подросткового периода у молодых людей. Потому что слишком бурный рост, и начинается дискомфорт. И мы тоже это можем ощущать. Поэтому у Бога есть темпы роста. И нам важно их тоже иметь в виду. И не торопиться, быстрее вырасти, а надо просто двигаться поступательно и расти. Я не думаю, что вы замечали каждое утро, когда родился у вас ребенок, и вы смотрели на него, что он вырос. Вам кажется, он такой же маленький. Вдруг раз в год прошел и вырос. А вы что, вдалеке были, что ли? Вы же видели, как он рос, но не видели. Потому что это каждый день какие-то маленькие перемены. И поэтому Господь работает с каждым из нас вот так же. Постепенно, постепенно. Мы себя таким же видим, таким же ощущаем, а на самом деле уже не таким. Если вы обернетесь назад на 5 лет, на 10 лет, на 2 года, вы увидите разницу. Увидите разницу мироощущения, увидите разницу своих реакций. Если вы действительно росли, вы увидите разницу. Потому что рост и зрелость – это два фактора, которые должны нас сопровождать. Итак, друзья, то, чем я хотела бы с вами поделиться на старте нашего сегодняшнего вечера и общения вот этой недели, марафона такого недельного, это связано с тем, что я когда-то говорил то ли в 17-м, то ли в 18-м году, у меня там есть проповедь с названием «Штормовое предупреждение». Я помню, когда я записала только это название, думаю, Господи, это что такое? К чему я людей сейчас поведу? Вроде бы все спокойно, все тихо. Какое штормовое предупреждение? Но оборачиваясь назад, я реально понимаю, Бог заблаговременно нас о чем-то предупреждает, и в этом его суть. Он говорит, я не делаю ничего, не открыв тайны рабам своим пророкам. Поэтому он открывает свои тайны. Только мы можем видеть какой-то пазл, мы можем сразу не видеть всей картины. И старт этой проповеди начинался. Сейчас я хочу вместе с вами немножечко пройти вот по этим тезисам скорее, чтобы нам успеть больше. Матфея, 7 глава, с 24 стиха, где идет речь о итоге жизни христианина. Итак, всякого, кто слушает слова Моисея, исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. Пошел дождь, разлились реки, подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова Мои, и не исполняет их, уподоблю человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. И пошел дождь, и разлились реки, подули ветры, налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое. И когда Иисус окончил слова Сии, народ дивился учению Его, ибо Он учил их, как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи. У меня к вам вопрос, кто строит на камне? Ну как-то вот с такого зала можно посчитать 2, 3, 5 рук. А кто строит на песке? А почему вы уверены? Вот подняли руки не все, что на камне, а на песке никто. Как мы можем быть уверены, что я строю на камне? На каком основании? Просто мне так кажется. Просто я так думаю. На основании Иисуса Христа все строят. Но почему-то здесь сказано, Он же слушающим говорил, а это же были ученики, кстати. Мы сейчас пойдем в старт на горной проповеди. Почему вдруг я уверен, что я точно строю на камне? Исполняю что? А давайте мы проверим. Потому что нам на самом деле кажется, что у меня все в порядке. А надо бы проверить. И лучше перепроверить, чем обмануться. И это не вопрос сомнений. Проверка — это анализ. Когда я могу что-то взвешивать, когда я могу задавать нелицеприятные вопросы сам себе, когда могу честно отвечать и тогда что-то обнаруживать. Мне пришлось разбирать один конфликт в одной команде у нас в церкви. Там, вернее, уже он, может быть, был не первый раз. Возникал. И я, когда шла в очередной раз на эту встречу, то я говорю, Господь, я хочу понять, с чего начинать, с чем разговаривать, от чего отталкиваться. Отталкиваться от проблемы, которые люди обозначают. Им кажется, вот она, проблема видна. А я понимаю всегда, что это следствие, и поэтому лучше заниматься проблемой, а не следствием. Следствием ты только все причесал, ушел за твоей спиной, опять то же самое. Потому что причина не удалена. У кого-то гордость, у кого-то тщеславие, у кого-то обидчивость, у кого-то разочарование, у кого что. Но это есть где-то в основании. И тогда мне дал Господь интересный ход, как это сделать. Спросить людей, на какой стадии блаженства они находятся. Поэтому давайте мы сейчас вернемся к пятой главе, к старту Нагорной проповеди, и проверить лично себя по вот этим ступенькам блаженства. Дело в том, что это только начало Нагорной проповеди. Но если вы прочтете пятую, шестую, седьмую главу и подчеркнете для себя конкретные действия, потому что написано, кто слушает слова Моисеи, как минимум сюда входит Нагорная проповедь. И это не все Евангелие, которое нам надо проштудировать в данный момент, а хотя бы вот три главы. И подчеркнуть для себя, что уже решено, а чего нет. И если это решено, или я в этом процессе решаю, я строю на камне. Если я обвиняю других, если я считаю, что кто-то должен меня попросить прощения, а не я. Если постоянно есть кто-то ответственный, но не я, а я жертва. И вот в этих моментах человек тоже строит. Нет такого человека, который бы не строил, потому что наш каждый день жизни – это камешек. И он куда-то кладется. Он кладется на какую-то основу, либо песок, либо камень. И поэтому, когда мы живые камни и устрояем из себя дом духовный каждый день на Божьем основании, исходя не из иллюзий, не из того, что я слышу правильные слова, а из-за того, что я практикую эти слова в своей жизни. Итак, увидев народ, он вошел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его. И он, отверши уста свои, учил их говоря. Почему я сказал, что это обращено к ученикам? Вы слышите старт этого повествования. Увидев народ, он зашел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его. Почему он не пошел в народ, когда увидел народ, а пошел на гору? То есть интересно, что сейчас он будет говорить о высоких вещах, он сразу позиции показывает, что это будет очень важно. Во-вторых, есть в еврействе свой обычай, когда учитель садился, это значит, что он будет говорить самые важные вещи. Поэтому, как только Иисус сел, сразу ученики приступили. Они понимали, надо сейчас выслушать этот урок. Народ мог это не понять, ученики это поняли. И поэтому все, о чем пойдет речь, это касается учеников. Это не касается этого мира. Это касается тех, кто согласился стать его учениками. И поэтому он здесь начинает с ними диалог с блаженств. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Мы с вами можем по-разному относиться к этому термину, нищие духом. Но мне пришлось однажды быть свидетелем диалога, который произошел после перестройки у нас в Петербурге, когда семья Ростроповичей приехала после долгой разлуки в свою страну, как эмигранты. И их встречала культурная публика очень активно. С ними проводили программы, интервью. И ради них делали какие-то вечера, посвященные ток-шоу. И вот такая как раз ситуация возникла в одном из мест, где они проводили вечер с такой известной публикой Петербурга за столами. И подошел один корреспондент, Галине Вишневской, и говорит, скажите, пожалуйста, а что значит блаженны нищие духом? Это было так странно, да, после перестройки, когда вообще о Боге никто не говорил. И вдруг звучит в эфире этот вопрос. Христос, она так немножко опешила, а потом говорит, слушайте, а вы правы, я читала, Христос сказал блаженны нищие духом, а что это такое, я не знаю. Давайте поспрашиваем эту публику. Она что-то собралась, у нас тут богемная публика, лучшие умы и сердца, там типа Петербурга. Но они так думают. И они пошли по этой публике. Люди с разным статусом, с разным влиянием. И вы знаете, были такие ответы, которые меня настолько впечатлили, в кавычках, потому что кто-то сказал, ну у нас же на Руси всегда блаженными называли соответствующую категорию людей. Поэтому, наверное, он о них говорил. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Тогда стоит корреспондент, смотрит так и говорит, и что? Вы хотите сказать, что Христос сказал, не станешь ненормальным, не войдешь в Царство? А они говорят, не, наверное, это не так. Значит, что-то другое. Потом подошли к другому. Слушайте, ну у нас же всегда православная церковь говорила о том, что надо быть нищими, не надо быть богатыми. Вот, наверное, об этом. Тогда он смотрит на весь зал и говорит, а что, тогда вот в этом зале никому это не принадлежит? Тут, по-моему, среди нас нищих нет? Опять, наверное, не туда. И вот Галина Вишневская, как эксперт, она слушала и говорит, не, не проходит, что-то не то. И вы знаете, они так и не докопались. Они походили, походили, но никто так никакого здравого ответа не мог ответить. И это такую ревность во мне подняло, думаю, Господи, но на самом деле, а знают ли вообще христиане, что это такое? Блаженны нищие духом. Вообще, о чем речь? Друзья мои, о чем речь? Кому духа мало? Еще варианты. Как бы вы ответили корреспонденту еще? Голод по Богу. А вы знаете, что это точка отчета для рождения свыше? Когда человек осознает банкротство своего духа. Вот он душой богат, тело у него все в шоколаде, а вот дух не удовлетворен. И как только этот человек начинает понимать, он идет туда, где этот дух удовлетворяется, идет к Богу и получает сразу царство. Не просто наполненность духа, а рождение свыше, соединенное с царством. И вот такие, говорит, уже есть царство небесное. Это не надо годами ждать. Как только ты осознал, источник не во мне, а я нуждаюсь в источнике, «Мой дух жаждет Бога». Мне приходилось бывать в разных обществах, и вот общество среди академиков, когда мне надо было там читать один доклад, и я говорила о значимости, о ценности как раз духа, души и тела. И после очередного доклада, когда они попросили его читать еще и в другом городе, они опять меня слушали, еще статью сделали с этого доклада. В общем, так, знаете, когда уже для академиков вроде бы многовато одно и то же слушать два-три раза. Но они, однако, прослушали, я в очередной раз один профессор у нас с университета одного выходит после моего доклада, подходит ко мне и говорит, душа понятна, тело тоже, дух-то нам зачем? Я так смотрю на него, думаю, как же тебе объяснить, что блаженный нищий духом, видите, человек не осознает потребности даже, в его наличии. Ему кажется, что можно удовлетворить это какими угодными другими путями свое естество, но дух, он ему мешает. Они понимают, что дух выйдет, и все, это уже не жилец. Потому что дух, который зашел от Бога, к нему и вернется. И потребность соединиться с ним уже есть сейчас. Поэтому это стартовая площадка. Рождение свыше, это как раз не просто быть религиозно начитанным, как Никодим. Таких сегодня тоже много, и в нашем обществе они появились. Люди, которые могут с философской точки зрения подойти к разным религиям, к разным ценностям, нравственным, духовным и так далее, но дух так и не родился свыше. Поэтому говорить может этот человек о чем угодно, но главного не имеет. Поэтому Христос начинает с этого, и со своими учениками, он об этом говорит, блаженный нищий духом. Итак, это точка отсчета, которую я полагаю, что все в этом зале ее имеют. Но дальше есть восемь ступенек, или вот эта первая, потом еще семь ступенек, которые связаны как раз с движением в росте. Вторая ступень. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. О всех ли плачущих здесь идет речь? О каких? О тех, кто осознал свою нищету. Видите, люди плачут от самосожаления, кто-то плачет от потерь и горя, кто-то плачет от безысходности. А здесь идет речь, блаженная нищий духом, а раз ты осознал, что ты в этом нуждаешься, в источнике, ты плакать начинаешь. Говоришь, Господи, а на что ушли мои предыдущие годы жизни? На что они были потрачены? И приходит осознание, и такой человек не может не плакать. Это слезы умиления, это слезы счастья, это слезы осознания, это слезы покаяния. Вот об этих слезах идет здесь речь. Не тогда, когда человек занимается самосожалением, и ему говорят, ничего, все плачущие утешатся. От самосожаления надо отказываться. Нельзя вестись на поводу этого духа. Он очень сильный, нечистый дух. И поэтому дать ему править своими эмоциями, и ждать, что тебя Христос утешит, это будет самообманом. Поэтому утешение приходит к тем, которые плачут с учетом. С учетом осознанности позиции, с учетом понимания того, куда надо дальше двигаться. И вот эта платформа, которую Господь сегодня хочет построить у нас. До какой степени и о чем я плакал в прошедшие годы, месяцы или дни жизни? Для себя это надо тоже проанализировать и взвесить. Каких слез было больше, в каком процентном отношении. И если те слезы, которые мне давали осознавать, что я был неправ, что я мог каяться перед Богом, это то, что продвигает тебя вперед. Осознанность за неправильные вещи. Следующая ступень. Блаженны кроткие. Ибо они наследуют землю. Когда человек плачет в умилении, когда он плачет в покаянии, это что-то происходит с его душой, с его сердцем, с его внутренним миром. И за этот момент, когда у человека есть сокрушение, и сердце, и духа, и он пред Богом приносит вот эти слезы покаяния, что за этим дальше стоит? Слово кроткие, о чем вам говорит? Есть какие-то синонимы в голове? Давайте я приведу пример, может быть не очень параллель, не очень, может быть, корректный, но все-таки будет более понятно. Укращенный зверь в церкви, да? Он делает то, что надо его трассировщику. И поэтому, когда Господь укращает человека, он готов послушаться на любое его задание. Поэтому кроткий – это укращенный Богом человек. То есть не тот, кто думает о себе, я кроткий, а тот, который укращен, чтобы не выполнять свою волю, а выполнять Божью волю. И посмотрите, какой получается итог в жизни такого человека. Блаженны кроткие, ибо наследуют землю. Поэтому до тех пор, пока мы сами пытаемся добиться какой-то земли, какой-то правды, каких-то, может быть, прав своих, а Он говорит, дай мне тебя укротить, и ты все получишь. Оно придет как результат, потому что в этом блаженство. Блаженны кроткие, ибо наследуют землю. Не может быть такой плод укращения, когда ты ничего не получил в результате. Если ты дал себя укоротить, ты будешь иметь результат. В виде земель, но эта земля не всегда физическая. Это могут быть люди, влияние на сердца, это могут быть влияние на твою семью, это может быть влияние на какие-то категории людей и так далее. Это земля, в которую надо будет засевать и возделывать. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Посмотрите, как здесь поступательно идут вот эти блаженства. Тогда, когда тебе досталась земля после укращения, ты видишь эти огромные поля, ты видишь, может быть, людей, которых Бог тебе стал приводить. Ты смотришь и не знаешь, что с ними делать. И поэтому следующий этап, ты начинаешь жаждать больше Бога. Господь, а что мне с ними делать? Мне же надо их накормить, мне же надо за ними ухаживать, мне надо помочь им исправить, может быть, предыдущие кривые пути. Мне надо их вывести куда-то на другое состояние души и отношений. Поэтому мне нужен ты. Мои ресурсы здесь ограничены. Алчущие и жаждущие правды. То есть это поиск лица Божьего, это поиск откровений осознанно для того, чтобы не только себе, а еще другим помочь людям состояться. Вот это стадия следующего блаженства. Блаженные милостивые. Как вы думаете, если есть от Божьего стола, ты будешь человеком грубым? Как вы думаете? Нет, конечно. Ты ешь от Божьей сути. А в Божьей сущности есть человеколюбие. И там приходит тогда вот это глубокое понимание цены, не только, которое плачено за тебя, а за каждого человека. Тогда ты видишь в любом человеке Божью часть, Божье зерно, Божью ценность. Смотришь и говоришь, Господи, из-за этого человек это положил большую цену. И когда ты смотришь только на внешнюю оболочку, это может быть бомж, это может быть зависимый человек, это может быть наоборот человек какой-то начальствующий или очень высоко поставленный, тебе кажется, мне до него не достать. Друзья мои, мы все на одной линии, когда смотришь на нас Бог с учетом цены. Мы все драгоценны, мы все важны, и в каждом из нас есть его природа. И поэтому, когда мы начинаем понимать, что вот это я поел от Божьей сущности, и у меня теперь милость к людям становится естественным продолжением. И блаженны милостью, ибо они помилованы будут. Потому что каждый из нас нуждается в милости. За какой-то период жизни или в какой-то ситуации мы нуждаемся в милости. А чем отличается милость от благодати? Есть разница в этих словах? Я понимаю, что вечер, друзья, но все-таки попытайтесь активизировать свой мозг. Благодать – сила, а милость? Послушайте сейчас два определения. Милость – когда мы не получаем то, что заслужили. А благодать – когда мы получаем то, чего не заслужили. Увидели разницу, да? Милость – мы что-то наделали неправильного, и Господь покрыл, и говорит, я милость являю. Милость превозносится над судом, и мы не получаем результат своих неправильных дел и ошибок, если принесли покаяние. А благодать – это когда тебе надо что-то выполнить, и ты не готов к этому, а Господь тебе дает. И говорит, благодать дается к призванию, благодать дается как сила, благодать дается тебе не по заслугам. И вот здесь мы получаем такую вот разницу, да? Поэтому с милостивым поступает милостиво, имея в виду, что мы все делали, и, может быть, продолжаем в чем-то делать неправильные решения, ошибки, и нам нужна милость. И поэтому, когда мы видим человека, кому надо оказать милость, имей в виду, что ты сеешь свою будущность. Ты оказываешь сейчас милость в случае того, что и тебе она будет оказана. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Следующая часть, да? Когда мы оказываем милость и ее принимаем в свою жизнь, то чистота становится тоже результатом нашего сердца. Сердце чистое, сотвори во мне Божий, дух правый обнови внутри меня. Молитва Давида, она к нам становится очень близка и понятна. Господь, мне нужна чистота сердца. Однажды тоже на школе сверхъестественного у нас был разговор с сердцем и возможность войти в тронный зал. И когда я оказалась в этом тронном зале, для меня было большим удивлением, когда я увидела стены этого зала. Мало того, что они были практически прозрачные, но все-таки они были как избитого хрусталя. Там вот такие вот хрусталики или бриллиантики, не знаю, как это правильно назвать, вот эти стены состояли из этого материала. И среди вот этого хрусталя были такие, сердца высвечивались периодически. Как знаете, светильник зажгут, и какой-то свет высвечивает отдельное сердце. И вот я увидела вот это сердце, которое билось в ритме с Божьим сердцем. Знаете, как метрономы выстраиваются. И вот Божье сердце бьется, и из этой стены пошел такт с сердцем Божьим. Я смотрю на эту картину и слышу голос. Мне Господь говорит, вот так я сказал, с чистым сердцем Бога зрят. Сердца чистые, они находятся в присутствии моего престола. И когда я имею какое-то желание, какую-то мечту, эти сердца начинают ее считывать. Они начинают биться в этом ритме. Они начинают, принимая, потом действовать в соответствии. Потому что они всегда в моем совете. Они всегда в моем присутствии. И вы знаете, это была очень трогательная картина. Потому что я понимала, что Господь показывает сердца сейчас тех, которые хотят входить в Его присутствие. Но туда ты не войдешь с тараканами. Надо с ними разбираться до того. И потому Господь предлагает нам заботиться о чистом сердце. Ибо, чтобы узреть Бога, Его творящего в нашей жизни. Блаженные миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Тоже возникает сразу вопрос. А когда мы рождены в Царство Божье, мы еще не сыны? Я думаю, что здесь немножечко о другом. Как раз идет речь о зрелых сынах. Вот те, которые творят мир, это уже зрелые сыны Божьи. Это те, которые имеют доступ к наследству. И блаженные изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Вы знаете, вот эта восьмая ступень, она как-то вообще не вписывается сюда. Шли-шли наверх-наверх в Божье присутствие, и вдруг изгнанные за правду. Оказывается, человек, который транслирует небо на земле, он становится таким опасным для врага, что он поднимает вокруг него все негативное, что ему пришлось или когда-то удалось посеять в сердцах людей. И зависть, и противостояние, и гордость, и лживые какие-то интриги. Все поднимает, чтобы только его изгнать с дороги. И вы знаете, для нас вот этот финиш кажется очень неприятным. А Господь говорит после этого слова, «Блаженны, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправильно злословить за меня, радуйтесь и веселитесь». Удивительно. У кого-то получалось радоваться от того, когда вас откуда-то изгнали? Где вы, может быть, были уже в какой-то позиции, и даже влиятельной позиции, вдруг изгнали? Или ты вынужден был уйти, потому что такие условия создали? И тут Иисус как-то вот говорит вообще с другой оперы, «А вы радуйтесь, вы веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах». Итак, друзья, вот таких несколько тезисов, которые мы с вами сейчас могли просмотреть. Безусловно, если мы будем просматривать все три главы, нам школы не хватит. Но моя задача сейчас вас просто направить в эту сторону. Посмотрите, насколько я уже это переживаю, на какой стадии блаженств нахожусь. То место, куда я прихожу – в команду, на работу, в семью. Я творю мир. Или люди разбегаются по комнатам, дети там, или еще кто-то, если пришел папа с работы, или мама пришла вне настроение. Что я творю своим присутствием, своим вхождением на какую-то территорию? Это строение на камне. Это не мечта о том, что я строю на камне. Это практичность. Я строю, исходя из этих блаженств. Прошел ли я через стадию рождения свыше? Прошел ли я через то, что я плакал о правильных вещах? Прошел ли я через то, что я дал себя укротить, а потом питаться от Божьего стола, потому что мне пришла большая ответственность с полями, которые ко мне пришли? И так далее, друзья. Вот они, процессы роста внутри нас, за которые так внимательно за ними наблюдает Господь. И поэтому, когда мы проходим эти этапы, следующая часть, вы соль земли, если же соль потеряет силу, что делает ее соленую? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям? Вы свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы, и зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике и светят всем доме. Так досветит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего небесного. Это все итог предыдущих блаженств. Если мы вырываем отсюда из этого контекста, просто вы соль земли, и люди говорят, я соль земли, а с блаженствами вообще не разбирается. Я свет миру. И вот приходит такой, извините, потухший светильник, и думает, что он свет миру. А люди только отворачиваются. И вот для того, чтобы нам на самом деле понять, что соль и свет – это результат прошедших ступеней блаженства и отношений с Богом, и с принятием своего призвания, тогда идет совершенно другой уже уровень влияния. Куда бы ты ни пришел, люди начинают считывать что-то благородное, что-то высокое, что-то значимое. Даже если ты ни о чем не говоришь, ни еще не успел рот открыть, они уже чувствуют. Потому что все мы прежде всего духовно, как личности. Мы духовные все. Только уровень духовного развития у всех разный. Поэтому душа и тело вторичны, а вот дух, он первичен. И мы поэтому, придя в атмосферу, считываем атмосферу, либо глядя на человека, начинаем понимать, что мне лучше с этим человеком не связываться, либо я могу на него повлиять, либо как-то наоборот, он может повлиять на тех, кто рядом, и мне лучше людей увезти от этого человека. И так далее. Мы как-то это считываем, мы как-то это чувствуем и понимаем. И потому то, что предлагает нам Господь сегодня, это пройти последовательно по этим главам. Мне пришлось слышать одного вот такого маленького корейского мальчика, не знаю, сколько ему лет, но по взгляду было 5-6 лет. Этот ребенок, который говорил проповедь, вы знаете, о Нагорной проповеди Христа. И что он сделал? Он первым делом прочитал все 48 стихов 5 главы. Прочитал наизусть. Вот он вышел, ребенок с микрофоном, и 48 стихов подряд прочитал. А потом говорит, а теперь я хочу вернуться к 16 стиху. Причем Библию не держал в руках. К 16 стиху так досветит свет ваше предупреждение, чтобы они видели ваши добрые дела и прославили Отца моего небесного. Однажды я гулял с моими родителями по океану. Я прогуливался, смотрел на океан, и вдруг штормовое предупреждение, зажгли или там повесили флаг такой, и какой-то сигнал с этой спасательной службы поступил, что кто-то оказался в океане. И надо спасать. Поэтому всем, кто гулял около берега, раздали фонарики, чтобы светили тот человек, который там на лодке ли он был или как, в общем, чтобы он смог доплыть, показать вот по всей береговой линии, зажечь фонарики. А этот мальчик маленький, и вот он говорит, я тоже фонарик взял. И я ходил, и на своем уровне тоже светил. И какое же было мое счастье, когда выплыл этот корабль, и человек сказал, я вот именно этот маленький фонарик заметил, потому что он был на том уровне, где я находился. Говорит, поэтому знайте, что так досветит свет ваш предминец, что они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Вы знаете, вот я говорю такие простые вещи, но когда Бог вкладывает в уста вот этих детей, это для нас вызов, вызов. Не читать Священное Писание по накатанному, а прочитывать его, идя в глубину, идя в понимание сути вещей. Потому что если это эпицентр учения Христа, это не может быть легкое послание, это глубокое послание. И потому, когда мы касаемся вот этих вот моментов, так досветит свет, а светит ли мой свет? Соль, осоляет она или нет? А ведь соль имеет несколько свойств. И вы знаете, что соль, соединенная с гниением, останавливает гниение. Соль, соединенная с пищей, дает вкус пищи. Соль, которая пересаливает пищу, дает жажду, вызывает жажду. И поэтому у всех свойств это важные моменты. Где бы ты ни оказался в гнилом обществе, значит, гниль должна остановиться. Просто это Божий принцип, да? И поэтому не убегай из гнилого общества, если Бог тебя там еще держит. Просто скажи, Господь, если я здесь, то это общество обязательно осолится. У меня был опыт в юности, когда я работала с глухими детьми. И попав в эту аудиторию, там взрослые люди, которые годами, десятилетиями работали, потому что это было очень такое теплое местечко, оттуда никто не увольнялся, оно было очень с большими привилегиями. И поэтому там, если люди попадали, то они уже до пенсии там работали. И поэтому люди все старше меня, я попала в эту аудиторию, и получается, что все дети глухие, они не слышат, но именно в мою группу или в мою спальню приходили с других групп, из других классов люди и становились просто так, собеседниками, да, между собой общались. И одна из них так сквернословила, что я просто не могла находиться рядом. А уйти не могу, потому что это моя территория, они ко мне пришли. А почему они ко мне приходили, я никак не могла понять. Я новый человек. У них там есть свои, извините, группы общения. А они вот ко мне приходят, и тут мне мешают с детьми работать, да, еще и вот такую вот атмосферу создают. Я просто отходила от них в сторону к окну и молилась. Думаю, Господи, как мне это остановить? Потому что пока я еще не решалась сказать им напрямую, потому что я понимала, всему надо свое время. Я один раз так помолилась, второй раз. Потом вдруг приходят, но не ругаются. Думаю, уже хорошо. Потом и приходить перестали. Но наступает момент, когда вот эта вот женщина, которая так сильно ругалась, она вышла замуж, у нее старший сын уже был от предыдущего брака, и он был глухой. И тут она уже такая возрастная женщина, для рождения ребенка возрастная, где-то ей уже было под 40 лет, и она выходит замуж, и рождается у нее еще ребенок. И после месяца, как он родился, попадает в реанимацию, и никто не может понять, в чем дело. И меня сотрудники уже знают, теперь уже со мной познакомившись, знают, что я христианка, они мне говорят, надо молиться за нее. У нее там такая проблема, что ребенок не могут установить диагноз. Мы стали молиться, и Бог дает слово. За беззаконие матери заберу ребенка. Думаю, ну как мне такое им сказать? И я понимаю, что такое матная речь. Это же проклинать свой корень. Это проклинать свой плод. И она его пока вынашивала, она его проклинала. Понятно, она его любила. По состоянию матери, это не было осознанно. Но из-за того, что это слова, которые вкладываются в уста, значимому венцу Божьего творения, как человеку, и она это делала. Я знала, что можно просить милости. Я просила у Бога милости. Этого ребенка выписывают из реанимации. Причем я вот этим двум сотрудницам, с которым я о Боге разговаривала, я им сказала, что вот это уже слово прозвучало. Но мы будем все равно молиться. И мы это делали. И еще три месяца прожил ребенок. И в конечном итоге, я помню, как я приехала в реанимацию, пробралась туда, и туда никого не пускали. Я увидела его лежащего там в этой люльке. Просто благословляла из-за двери. Там дверь была не до конца. Она такая без верха. То есть есть как калитка. Поэтому я была, ну хорошо видно было этого ребенка, и слышно. Я в эту атмосферу только произнесла слова, благословила этого ребенка, и врач идет. Он у меня просто, как вы сюда попали? Кто вас сюда пустил? Я говорю, все, ухожу. Вы знаете, вот Бог тоже сделал невидимкой, чтобы я могла пройти туда. И в этот же вечер я приехала домой, молилась, и даже не вечером, а ночью, и под самое утро, где-то в 4.15, может быть, было под утро, я произношу слова, Господь, в руки Твои передаю дух этого ребенка. Я посмотрела на часы и поняла, что ребенок умер. На утро она мне звонит, уже мама, и говорит, плачет, и говорит, в такое-то время, называет вот это время, ребенок умер. Я ее приглашаю после воскресного служения у нас собраться дома. Пригласила одну, двух женщин, одна из них потеряла ребенка в 5 лет, ему было. Я говорю, их обоих звали Валентина. Я говорю, Валентина, передай свой опыт, потому что это неверующий человек. Для нее сейчас все очень печально выглядит. Она не может, она рыдает, у нее истерики. И в результате, когда она пришла на эту встречу, я впервые слышала, друзья, вот это сверхъестественное Божье явление, когда через уста взрослого человека, вот этой второй Валентины, говорил Бог устами младенца. Это звучал голос младенца, мамочка, не плачь, мне здесь очень хорошо. Но тебе надо прийти ко Христу, чтобы ты была там, где я. Она никогда не слышала слов внятных от своего старшего сына, потому что он глухой. Да, мы ставили звуки, мы ставили речь, они как-то говорят, кто как на фальсете, но все равно нормальная речь, которая звучала сейчас от младенца трехмесячного, ее это настолько пробило, вы знаете, она сначала рыдала, не могла успокоиться, а потом как будто сняли с нее все слезы, и она заулыбалась. И то, что она уже делала потом на похоронах и спокойно могла делать, на меня смотрели все сотрудники и думали, что я что-то с ней сделала, потому что они знали, что с ней было до этого. Но мне пришлось с ней разговаривать по поводу ее речи, потому что я ей тогда объяснила, что скверные слова это то, что проклинала ты своего ребенка. И поэтому она говорит, а я, ты знаешь, когда приходила в то место, где ты находилась, мне было такое удовольствие доставляло, я видела, как тебе это не нравится. Но, говорит, с какого-то момента я пришла, а мне, говорит, как замок повесили. Я хочу, а не могу. А потом думаю, зачем я тогда ходить буду, если мне не сказать. Вы понимаете, вот это уже, так скажем, откровение человека, который я видела со стороны, как это меняется. Вот это как раз осоление. Когда гниль, она становится уже безвредной. Когда мы можем обезвредить какие-то вещи. И в нашей практике пусть это становится нормой. Не убегать от конфликтной ситуации, а решать, потому что блаженны миротворцы, ибо они нарекаются сынами Божьими. Когда ты можешь развязывать узлы без конфликтов, без обвинений, а помогать людям разбираться в сути вещей. Когда они сами начинают видеть эти картины, что можно было сделать как-то иначе. Поэтому то, что мне хочется сегодня с вами утвердить на старте нашего пути, как бы, как я уже сказал, сверить часы и посмотреть, а до какой степени то, что я делаю сегодня в моей жизни, оно основательно. Оно с пониманием, что это не что-то, когда-то сказанное Христом, а я могу прочитать, могу забыть, либо даже, может быть, что-то выучил. Но по всей этой проповеди, для меня она практически оживала стих за стихом. И когда шестая глава заканчивается таким словом, блаженное, нет, ищите прежде всего царство Божьего и правды, его остальное все приложится вам, то это для меня стало девизом жизни. Но сама бы я его не выбрала, если бы Господь не стал передо мной этим текстом, который запульсировал, который начал просто сиять перед моими глазами. Мне тогда было 14 лет. И поэтому, читая этот текст, я говорю, Господи, что произошло со мной? Первый раз такой. И, кстати, больше не было такого именно явления, когда текст пульсирует, и он засиял. И он тебя не отпускает. Ни в седьмую главу, ни выше шестой. Вот заканчивает этот стих, и вот он просто меня приковал к себе. И я не слышала тогда ни голоса, ничего дополнительного, просто вот это вот явление сверхъестественного. Я смотрела, и вдруг внутри приходит понимание, что мне надо заключить завет с Богом по этому стиху. Я сказала, хорошо, Господь, я заключаю завет. Особенно это касается сейчас молодежи, потому что мне тогда было 14 лет. Я думаю, что если кто-то сейчас на старте своей жизни возьмет это также в основание и будет действовать в соответствии с этим текстом, то я могу гарантировать от имени авторитета неба, не своего, что в вашей жизни все остальное будет приложено. Вы знаете, это удивительно, как Бог меня повел. Но я сказала, хорошо, я соглашаюсь взять этот стих с девизом, но я не знаю, что такое твое царство. Я не знаю, где оно находится, и я не знаю, как его искать. Ну, я имею в виду в 14 лет, да? То есть я честно призналась? Я не знаю, Господи. Но то, что ты мне будешь показывать, я буду это делать. Но я также тебе хочу сказать, что я ничего другого искать не буду. Тогда остальное ты мне прикладывай. И вы знаете, когда я вот этот завет заключила, я просто почувствовала, как, знаете, печать поставили. Мы договорились. И вот когда договорились, то я стала обращать внимание на все, что связано с Царством Божиим. Конечно, Бог мне стал давать откровения в этом направлении. У меня есть школа давнишняя такая, где-то там 2001-2002 год, уже не помню когда-то, может, 2004, где я как раз говорила целый год именно только о Царстве Божьем. Все откровения, которые мне Бог давал за этот период жизни. И однажды это откровение было связано с тем, что я шла на молитву, молитвенное служение, и зашла в магазин. Это после как раз работы. Я тогда работала логопедом и получила зарплату или аванс. И ехала после молитвенного служения, должна была ехать домой, соответственно, решила купить продукты. И когда я подошла к кассе уже с продуктами, я обнаружила, что кошелька нет. Мне пришлось выложить все. Идти, естественно, там не была маленькая сумма, там была половина зарплаты, да? И поэтому это было так неприятно по двум причинам. С одной стороны, что это деньги, которые нам надо было на какой-то срок жить. А второе, что это в принципе противно, что кто-то это сделал. Я иду, и у меня внутри поднимаются разные состояния, разные мысли, разные чувства. Разговариваю с Богом и говорю, Господи, что это такое? Кто это мог сделать? И у меня перед глазами проходят некоторые люди, которые мимо меня проходили либо в транспорте, либо там, где я работала. Потому что мой кабинет, куда я брала детей, я работала с ними. И группа, откуда я брала, там через коридоры. Я пока шла, все знали, сотрудники, что это день получки. И поэтому могла какая-то там сотрудница с нянечек это сделать. И у меня, соответственно, вот перед глазами вот эти все проходят образы. Я, знаю Богу, вопросы, уже полпути прошла до молитвенного дома. И вдруг мне звучит вопрос. А куда ты идешь? Я говорю, Господи, я тебе другой вопрос задаю. Что случилось? Кто украл? А ты куда идешь? Я, знаете, так уже не брезно. Но молитвенное служение. А что ты там будешь делать? Молиться. О чем? Я тут задумалась. О чем я вообще буду думать все это служение? Кроме как. Все понятно. А озвучить это не могу, скажи Богу, что я вот об этом буду молиться. И следующий вопрос. Он уже не дожидается ответа и говорит, а как ты думаешь, дьяволу нужны твои деньги? Я говорю, нет. Тогда что он у тебя украл? Теперь смотри. У тебя давно нет радости. Мир ты потеряла. А сейчас теряешь праведность, осуждая других людей, которые могли тебя ничего не сделать. Ты просто предподозреваешь. Значит, он у тебя практически украл царство, которое внутри тебя. И только от тебя зависит, ты его отдашь или нет. И вы знаете, у меня такая поднялась ревность. Я сказала, ах так. Вот царство-то я не отдам. А ты, дьявол, за каждый рубль, за каждую копейку отдашь мне душами человеческими. Я когда это произнесла, я почувствовала, такой удар в духовном мире нанесла врагу, что я просто возрадовалась. Деньги мне не вернулись в этот момент, но я возрадовалась. И вы знаете, когда я пришла на молитвенное служение, я уже молилась о том, что я провозгласила по дороге. И вот таким вот образом, Господь показывает, ищите прежде всего Царство Божие. Если ты хочешь, чтобы Царство Божие было внутри твоей семьи, то ты будешь миротворцем, а не конфликтным человеком, доказывающим свою правоту. И вот опять мы говорим, вот она конкретика, я строю на камне. А мне кажется, я строю на камне просто потому, что я христианин. А оно не бывает здесь автоматом. Потому что эти слова все для христиан. А уж тем более сегодняшний сезон, друзья, он настолько проверяет, на чем ты строил. Потому что мы здесь считаем, что приходит буря и туда, и туда. Ветер наляжет и там, и там. Вода поднимется и там, и там. Поэтому мы сейчас живем в том сезоне, когда мы в одинаковых условиях. Но у кого-то все летит, все его основания, вся его вера, и который быстренько перестраивается, как в определенной природе есть такое животное, да? Не буду его называть. Присмыкающийся. Кстати, вот интересное слово, да? Присмыкающийся. Перед обстоятельствами, перед ситуациями. Просто как-то вот стать одно со всем этим. Либо ты выстаиваешь, и ты проходишь через бури, ты проходишь через атаки вот этого рода и остаешься на твердом основании. Итак, друзья, я желаю, чтобы мы с вами сегодня, просматривая вот эти основные моменты, я еще коснусь еще одного текста, потому что то, что говорит Христос, не заканчивая эту главу, а продолжая текст блаженства. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Я помню, еще в юности вставал вопрос, что значит сотворит? Что-то надо придумать, какое-то слово от Бога, что ли, или какую-то задачу, что значит сотворит? А по сути, то, что я вам сейчас рассказывала, то я говорила, как творилось Божье Слово в жизни, да? Как оно работало в моей практике. И поэтому сотворить, это значит действительно навести порядок. И, кстати, вот ту ситуацию конфликтную, когда я прочитала «Восемь блаженств» и сказала «Друзья, разбейте каждый свое блаженство, найдите, на какой вы стадии находитесь». Вы знаете, никто не остановился на первой. Уже сказали, что и миротворцы, и там, и чистые сердцем, и они творят мир. Я говорю «Отлично! Если у вас у всех такая стадия, зачем конфликты сейчас вот эти висят? Давайте мы быстро их снимем с повестки дня». И кому надо попросить прощения, попросите, потому что в этом зрелость. Кому надо отложить свои ценности, которые человеческие, тоже отложите. Вот видите, сотворит и научит. То есть это практическое применение в собственной жизни, а потом ты этим делишься с другими. И таким образом ты строишь на камне, и приходит момент, когда буря пришла, а ты в этом устаиваешь. Теперь вопрос. Из чего мы строим? Апостол Павел в послании к Оринфинам дает, на мой взгляд, очень сильную аналогию. Возьмем сначала с первого стиха, прочитаем. К какой церкви он это говорит? «Павел волею Божию, призванный апостолом Иисуса Христа, Исосфен брат, церкви Божьей, находящейся в Коринфе». То есть она Божья. Да, вот берем первый такой статус. «Освященным во Христе Иисусе». То есть это еще освященные люди. «Призванным святым». «Призваны, ставшие святыми». «Со всеми призывающими имя Господа нашего Иисуса Христа во всяком месте у них и у нас. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Непрестанно благодарю Бога моего за вас. Ради благодати Божьей, дарованной вам во Христе». Посмотрите, как много доброго он говорит о Коринфинах. Мы еще пока не берем во внимание все послание, да? Кто из вас знает полностью послание, о чем пойдет речь? Мы сейчас берем шапку. Он к ним так обращается. Вот это вот такая церковь. Казалось бы, ну все и святые, и избранные. И уже со всеми святыми поклоняются. «Потому что в нем вы обогатились всем, еще и обогатились, всяким словом и всяким познанием. Ибо свидетельство Христово утвердилось в вас. Так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании. Ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа, который и утвердит вас до конца, чтобы вам быть неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа, верен Бог, которым вы призваны в общении Сына Его, Иисуса Христа Господа нашего. Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях». И вот эта короткая часть первой главы, или первая глава, где обращение Павла к этой церкви, говорит нам, по сути, о взгляде Павла через Божий взгляд на этих людей. Потому что когда он начинает разбирать о том, что даже у язычников не слышно, что у вас о Коринфине, потому что вообще-то эта шапка к кому была? Каким людям? Каким-то особенным? Либо откуда это такое сочетание? Так вот, как раз здесь очень важный шестой стих. «Верен Бог». Он знает, как работать с теми, кто когда-то к Нему пришел. Он знает, как доводить до какого-то результата. Только нам не надо сопротивляться этим вещам. Нам надо быть, как я уже сегодня говорила, соработниками, вместе с Богом двигаться. И вот он им же теперь говорит в третьей главе. «Я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе». Думаешь, вот тебе и пожалуйста. Потому что младенец, он уже в царстве. Младенец, он уже Божье дитя. И чтобы говорить что-то более зрелое, надо, чтобы он зубы имел, как минимум. Жевать мог. А так только молоко. И потому я, говорит, вам давал только молоко. «И я питал вас молоком, а не твердой пищей, ибо вы были еще не в силах». Да и теперь не в силах. Павел мне так нравится своей прямотой. Он сказал, вы дивные, вы вообще избранные, вы такие все уже благословенные. Но вы не в силах принять то, что я вам хочу сказать. Потому что они говорили, я Павел, я Аполлосов, я Кифин, я Христов. Да вот у них было разделение. И дальше он говорит, «Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог. Посему и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все Бог возвращающий. Насаждающий же и поливающий суть одно, но каждый получит свою награду по своему труду, ибо мы соработники у Бога». Вы знаете, друзья, это такой высокий статус. Представьте себе, кто идет в команду президента, кто идет в команду губернатора. Не первый встречный. А это людей готовят, из них потом делают какую-то выборку, да? То есть их специально к этому натаскивают, приводят в определенный статус. А здесь Бог называет нас соработниками. Мы соработники у Бога. А вы Божья Нива, Божье строение. «Я по данным не от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем. Но каждый смотри, как строит. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. И вот это Нагорная проповедь. Это как раз основание. Это его принципы, как мы этот камень в свою жизнь вносим. А теперь дальше еще важные вещи. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы? Каждого дело обнаружится. Ибо день покажет, потому что в огне открывается. И огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Он, впрочем, сам спасется. Но так как бы из огня. Давайте мы быстренько пройдемся. У меня как-то есть большая проповедь на эту тему. Но я сейчас скажу буквально тезисно по этим строительным материалам. Кто из вас строит из сена? Из соломы? Из дерева? Ух, какие все уверенные. А почему? Почему вы уверены, что это так? Не хочется, правда, чтобы сгорело? И я вас очень понимаю. Не хочется. А кто строит из золота? Из серебра? Из драгоценных камней? Друзья, ты что, почти никто не строит, что ли? Тоже странно, да? Вроде бы с основанием разобрались, теперь строительный материал. С чего выберешь? А теперь опять перейдем на практику. Что такое сено? Высохшая трава, да? А что говорит Бог о человеке? Как трава. Является и все, и исчезает. Значит, о чем идет речь? Кто строит свою жизнь на мнениях людей? Он строит из сена. Это очень просто. Для тебя мнение людей важно? Строишь из сена. Поэтому так просто это проверить, но почему-то людям кажется, ну точно это не про меня. Но что обо мне говорят, мне важно. А если кто-то еще важный сказал что-то обо мне, это еще важнее. Но написано, всякая плоть трава, хоть какое важное тебе говорит, не имеет значения. Если Бог тебя оправдывает, если Он тебе вручил мандат, иди с этим мандатом. Потому что на самом деле, когда на волне 90-х рождались церкви, их было очень много, и рождались не только церкви, надо было и пастыров где-то брать, а откуда их брать столько. Поэтому как грибы, знаете, и церкви, кого более подходящей ставили. И вот таких было много церквей, много пастыров. И помню, 700 человек было в зале, куда пригласили просто сказать об одной исторической справке. И я ехала туда, чтобы вот этих молодых пастыров немножко просветить. И слышу, мне Бог говорит, передай этим людям, которые там собрались. Если кто-то взял сам погоны, спрошу по погонам. А кому я дал погоны, помогу по погонам. Видите, какая разница, да? Вручили мандат, Бог поможет по погонам. Сам взял, лучше отложи в сторону. Не действуй в том, что не является твоим призванием. И поэтому, когда мы строим из сена, то есть это мнение людей у нас главенствующее. И это, друзья, надо себе очень честно признать. Где, в каких сферах для меня мнение людей главенствующее. Потому что даже если какую-то часть дома ты строишь из правильного материала, другая часть не должна быть из сена. Поэтому вообще комбинированные материалы для нас сейчас нормально. И поэтому христиане тоже могут строить там пучок сена, тут какой-нибудь камешек появился, там может быть чуть-чуть под золото что-нибудь прошлось. Ну и так далее, да? А лучше бы нам совершенно четко понимать, что мы имеем как строительный материал. И выбираем, кстати. Каждый смотри, как строит. И каждый выбирает. Значит, я могу выбрать. Солома. Это что? В общем плане в нашей жизни солома это что? Чем она отличается от сена, вот так скажу? Городские жители не все понимают, да? Солома это то, что осталось от злаковых. Сняты колоски, а их стебли это солома. От пшеницы, от ржи солома. Так вот, те люди, которые живут прошлыми пробуждениями и все время кивают, вот там так было. Это солома. И не потому, что там было плохо, а потому, что уже колоски-то сняты. Есть-то нечего. Надо вырастить новые поля. А если мы только тем живем и думаем, вот там у меня будет действительно, знаете, такое есть выражение, задним входом в будущее не въезжают. Надо задом к будущему, поворачиваться нельзя. А надо поворачиваться только лицом и туда идти. Поэтому солома это хороший анализ прошлых уроков, но не жить этим. Жить надо свежей манной, жить надо свежим хлебом, жить надо свежими откровениями, а не тем, что было в прошлом. Если вы посмотрите откровения тех, которые получали на Зуза-стрит, либо получали как генералы Божьи, не потому, что они плохие. Сейчас то время, когда надо другие откровения. Те уже в фундамент должны были войти. И если мы встаем на плечи предыдущих поколений, то нам надо взять результаты их жизни, чтобы двинуться вперед. Но когда мы встаем под них и говорим, вот это вот все отлично, а то, что у меня это такая ошибка истории, что я родился. Вот это ошибка, друзья, в принципе, выбирать такой материал. Солома не должна быть строительным материалом. Слава Богу за те колоски, которые они вырастили, которым они накормили поколение свое, которое для нас стало большим фундаментом. За все это огромное, слава Богу. Но нам надо получать откровения для данного сезона. И тогда мы будем знать, как воевать, что есть и где уступить можно, а где нельзя категорически. Вот тогда это приходит понимание. Дерево. Что за это инструменты? С чем в нашем практическом восприятии будет оно сравниваться? Какие есть мысли у вас? Сгореть-то может, а строят же люди. Но я сейчас не к тому, что деревянные дома плохие. Нет, они в данном случае, мы в них можем жить и даже экологически очень хорошо дышать. Я сейчас говорю о духовных строениях. Что? Еще раз. Рост. Не совсем, но рост... Я сегодняшний день в том числе. Дерево – это рот, на который человек может опираться. Она на наследственность. То есть человек говорит, у меня вот такой-то рот. А другой сидит и думает, а мне не такой рот. Что делать? Свой рот создать. И вот опять народ. Упование народ. Если это так, опять же, да, то есть это получается где-то в веках, где-то конкретные личности, где-то какие-то авторитеты. То есть это все равно касается людских судеб. Людей, которые могли быть очень оригинальными, очень ценными, но это то, что было и чего дальше не пойдет. Нам надо самим выстраивать свою уже систему ценностей, отношений с Богом, опираясь на корень, который был у нас и в нашем роду, особенно если он благословенный. Но не делать это приоритетным, не делать это превосходящим над другими. Вот если ты пришел позже, и у тебя нет поколений христианских, то ты ничего не достигнешь. Это ложь. Потому что есть очень интересное выражение в третьей книге Ездра, что достигать будут совершенства в лета немногие. В лета немногие. Поэтому не вопрос того, что если ты пришел в последнее время, родился, и у тебя нет корней, потому что жили в атеистической стране, и практически мало кто был христианином в то время, то это не значит, что сейчас ты не можешь достичь в Боге многого. Можешь. И то, что написано последние будут первыми, вот на это слово встань, и будет для тебя благословение. Кстати, для меня это слово не было радостным в свое время. Когда я его прочитала, что многие первые будут последними, а последние первыми, я прям села перед текстом, Господи, как? И чего теперь? Уже тебе ничего не достичь? И читая в следующем Евангелии, написано Многие. Я подчеркнула слово Многие и подписала, и не все. Но, знаете, после этого мне молитва сотворилась с Богом. Я говорю, Господи, ну, чтобы это не случилось, надо же молиться как-то, попросить у тебя о чем-то. О чем? И слышу, о чем я стала молиться? Дай мне быть гибким к твоим откровениям. Потому что старые мехи, они не в состоянии двигаться, да? Я не хочу быть заскорузлом или ценить то, что было в прошлом, настолько, чтобы не упустить будущее. Вот это как раз оно, когда мы не на дерево опираемся. И тогда соглашаемся на преображение и на гибкость изнутри, на эластичность. А чтобы быть эластичными, то тогда придется куда-то окунаться, то в масло, то в воду. Потому что мехи можно восстановить, те, которые уже раз использованы, когда их опускают на хорошее время в воду, а потом в масло. И они пропитываются, будучи размягченными. И они опять становятся эластичными. Значит, мы соглашаемся с Богом обновление юности, да, получить. Как это с орлами, это особая история. Но сейчас я про мехи сказала. И поэтому, когда даешь Богу это право, он точно с тобой будет работать. Но немногие на это соглашаются, потому что им традиции становятся дороже, корни становятся важнее. И поэтому вот это дерево, вроде оно поплотнее, чем солома или сено, но оно все равно огонь не выдержит. Итак, друзья, остались у нас те материалы, которые предпочтительнее, да? Золото. Это что такое? Характер – это уже итог. А само золото – это переплавка. Дать право Богу провести тебя через переплавку. То есть испытания. Испытания в жизни, которые вскрывают характер, над которым надо работать, вскрывают слабые звенья, на которые всегда идут атаки врага, вскрывают то, что Богу является как сорняк или как неприятный шлак, и вот это все в переплавке поднимается на поверхность. И поэтому о переплавке я, может быть, поговорю, может быть, в течение этого времени я выйду на переплавку, но сейчас просто обозначаю, да? Золото без переплавки Бог не использует. Он проводит через переплавку, где мы даем согласие на испытания, на вот эти процессы преображения. Что такое серебро? Серебро, это написано, по-моему, в 11-м салме, Божье слово семь раз в горниле переплавлено, серебро очищено. Значит, когда мы свою жизнь и свое основание и свои выборы, свои решения принимаем на базе Божьего слова, которое пропускаем через себя, как серебро очищенное. И вот тогда, когда внутри нас появляется это решение, а я буду жить с измеряя себя, не с мнением людей, даже самых авторитетных, потому что сегодня этот человек там, а завтра он может быть уже не на той вершине. И мне очень важно знать, через кого Бог сейчас работает, но работает с Богом лично, не ориентироваться только на какого-то человека. Сегодня он есть, завтра его нет, в принципе, Бог его забрал. И что тогда делать? Поэтому личные отношения, они главенствующие. И поэтому я основу свою беру на его слове, которое в моей жизни превращаю в практику. Слово стало плотью и обитало с нами. Вот стало ли Божье слово плотью в твоей жизни? И вот эту цель надо себе поставить. Я строю тогда из серебра, когда Слово Божье через меня, не как религиозник, знаете, нажали, сразу тирада, вышла цитата. А именно как человек, который знает, о чем говорит. И когда может сказать, вот сюда я пришел таким образом, и тебе могу помочь. То есть мы строим взаимоотношения, мы строим внутри Царства Божьего, мы строим внутри Церкви, мы строим внутри невесты Христа, помогая друг другу состояться. И выйти другим туда, где он без тебя не сможет оказаться. Потому что Бог тебе давал это приобретать, чтобы в последнее время этим накормить многих. И остались драгоценные камни. Драгоценные камни, друзья, это осознанная работа на глубине. Драгоценные камни не лежат на поверхности. Они проходят глубину. Я это откровение расскажу уже тоже в последующие дни, потому что для меня оно очень ценным является, когда мне Бог показывал, как эти камни формируются и какая работа с ними происходит. Поэтому сейчас я просто обозначила вот эти три материала, которые осознанно мы можем выбирать. С одной стороны, это тоже может быть комбинировано, где может присутствовать и золото, и серебро, и драгоценные камни. Скорее всего, так и будет. Потому что мы не строим только из золота постоянная жизнь, одни испытания, да? Но все-таки мы же словом работаем, значит серебро там где-то проявится. А если мы еще и на глубину пошли, мы и камни достали. Поэтому это будет уже комбинированная вот эта тройка, да? Не нужны нам шесть материалов в этом. Нам нужно три материала. Но мы выбираем. И вы знаете, заканчивая сейчас, я хочу сказать ищу конец этой главы. У кого дело, которое он строит, устоит, тот получит награду. Посмотрите, важно не только дело, а его прочность. Иногда люди просто себя озадачивают делами для Бога. И в этой деятельности забывают о внутренней своей работе. Просто внешний фактор, что-то делать, много делать. Как вы думаете, Бог без нас бы сделал все эти дела? Да еще и лучше нас. А зачем он нам их поручил? Чтобы работать с нашей внутренностью. А когда внутренность откладывается, я и дела пошел делать. Дел много, а с внутренностью не работаю. И вот этих вот инструментов или этого материала строительного там нет. И соответственно, чтобы дело устояло еще. Поэтому мы делаем качественную работу из правильных материалов. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так как бы из огня. И дальше такой интересный переход. Разве не знаете, что вы храм Божий? И Дух Божий живет в вас. Как это может повлиять на образ нашей жизни в данном сезоне? Вот именно в данном контексте времени. что мы храм Бога живого. Пока этот вопрос риторический, для себя его оставьте ответ. А теперь дальше. Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог. Ибо храм Божий свят, а этот храм вы. Если мы знаем, что то, что нам предлагается сегодня, разорит храм, то отвечать будут за этот храм я перед Богом, а не перед ними. Слышите, да? Как здесь серьезно. Сразу после строительных материалов идет речь об этом. О сезоне нашем сегодня. Что мы ответственны за храм, который в нас вселился Дух Святой. И за этот храм мы отвечать будем только перед Богом. Мы повредили его или нет? Понятно, есть какие-то неосознанные вещи, да? Но если мы осознанно или уже осознав какие-то параметры можем делать выбор и причины, мотивация этого выбора у нас. Страх перед будущим, потерять работу, либо там, а что вам не скажут те-то или эти. Это все мотивация и надо проверять, друзья. Страх, он не может прийти от Бога, потому что это альтернатива веры. Без веры угодить Богу невозможно. Страх, это противоположность вере. Соответственно, если засияло слабое звено таким образом у тебя, говори с Богом об этом. Господи, я обнаружила, что живу-то в страхе и не надо бояться идти к отцу, сказать ему об этом, не надо делать вид, что у меня все хорошо, а у меня страх появился перед будущим. Дай мне удостоверение в мою внутренность, что ты меня пропитаешь, что ты пропитаешь моих детей, что я не потеряю того, что на самом деле ты о птенцах ворона заботишься, обо мне позаботишься. То есть веру надо питать Божьим словом. Просто так вера не вырастет. И это процесс. Поэтому в данном случае вот этот финиш, который сейчас я прочитываю, никто не обольщай самого себя. Если кто из вас думает быть мудрым в веки сём, тот будь безумным, чтобы быть мудрым. Этот век будет называть тебя безумным и уже называет. Так вот, кто хочет быть мудрым, будь безумным в этом веке. Не бойся этого. Будут насмешки. Но вы знаете, что смеется тот, кто смеется последний. И о Боге сказано, и он посмеется. Во втором псалме, да. Он посмеется. И мы с ним. Потому что остались на его территории. Остались вместе с ним в заветных отношениях, вот в этой силе, в этой связке. Поэтому никто не обольщай самого себя. Если ты хочешь быть мудрым, ты будешь в этом веке безумным. Ибо мудрость мира сего есть безумие перед Богом. Как написано, уловляют мудрых в лукавстве их. И ещё Господь знает в муствовании мудрецов, что они суетны. Итак, никто не хвались человеками, ибо все, всё ваше. Павел, Кифа, апостолы, или мир, или жизнь, или смерть, или настоящее, или будущее, всё ваше. Вы же Христовы, а Христос Божий. И поэтому можете просто говорить, Господь, на храм Твой претендует. Кто-то пытается ко мне приблизиться. Защити свой храм. Защити место обитания Твоего во мне. Я его не отдаю на разорение. И вы знаете, мне кто-то задал вопрос. Ну сейчас это добровольно-принудительно, а потом это может быть насильно. А как тогда быть? Хочу сразу сказать я на будущее. Потому что такое тоже может прийти. Но почему это не сразу? Почему не хотят это сделать сейчас насильно? Потому что дьяволу надо, чтобы человек подписал добровольно. потому что идет речь о личном решении. А если он не подписывает добровольно, есть насилие, то человек переходит сразу в статус мученика Божьего. Чувствуете разницу? Умереть от одного и того же явления, но как мученик или как предатель? Ну не предатель, пусть это будет грубое слово, да? Испугавшийся человек. Либо заставили, либо еще что-то. И поэтому он не торопится делать это насильно. И, друзья, выбор у нас. Потому что Христос сказал и смерть, и жизнь. Он имеет власть над смертью и адом. У него ключи и от жизни, и от вечной. И потому мы с ним в заветных отношениях. Меня это очень радует, меня это успокаивает, мне это дает стабильный шалом внутри. Жить с Божьим покоем. Жить вот с этими вещами или местами Писания, которые сейчас прочла, чтобы не быть безумными в глазах Божьих, а быть мудрыми в глазах Божьих. А если в глазах мира, в глазах травы, мы безумны. Ну, трава сегодня есть, завтра нет, а я из нее не строю. Я строю из того, что является драгоценной камней, то, что является золото и серебро. Давайте поднимемся, помолимся. Драгоценный Господь, я благодарна Тебе, чтобы мы могли сейчас размышлять о том, что является ценностью в Твоих глазах. Ты тот, который давал мне эти откровения получать из Твоего сердца, из Твоего духа в разные сезоны моей жизни, но сегодня это комбинируется Тобой и Духом Твоим для того, чтобы я могла делиться тем, что для меня ценно, что является ценностью в очах неба и что многим поможет сделать выбор на основании Твоих ценностей, Твоего слова и Твоих ориентиров. Я благодарю Тебя, что век, в котором мы живем, он впал уже в безумие. Но пытаются называть это мудростью, пытаются называть это духовностью, пытаются называть это каким-то даже послушанием Божьему Слову, потому что надо слушаться властей. Отец, но я благодарю Тебя, что высшая власть это Ты, и мы Тебе подчинили себя и благословляем те власти, которые сегодня стоят у трона. Но я благодарю Тебя, Господи, что мы их благословляем прозрением, мы их благословляем человеколюбием, мы их благословляем встречей с Тобой, чтобы при этой встрече изменились указы, изменились решения. И я благодарю Тебя, что это возможно, потому что если церковь Твоя не соглашается с системой Вавилона, с системой, которая пронизана адом от самого старта своего, и когда церковь Твоя отделяется, и, как Ты сказал, народ, выйдите из Вавилона и укройтесь, то мы не просто хотим выйти, а хотим укрыться в Тебе. Ты знаешь, как нас защитить, Ты знаешь, как защитить наших детей и внуков, как поставить Твою печать неприкосновенности. Я благодарю Тебя, что могу благословлять Твой народ этим пониманием и точным знанием, которое исходит от Тебя и которое делает нас неуязвимыми, потому что ведение, сходящее свыше от Тебя, это то, что делает нас зрячими, слышащими и способными увидеть опасность там, где она расселается, как силки врага. Но я благодарю Тебя, что если наши очи к Тебе, то ноги наши Ты извлекаешь из сети. Поэтому мы смотрим сейчас не под ноги, а на Тебя, а Ты убираешь опасности с нашего пути. Я благодарю Тебя, что могла сегодня это время провести с народом, который для Тебя ценен и важен. Я благодарю Тебя, что время сегодня последнее. Ты дал знать об этом, а значит, мы его не теряем, а наполняем. Хотим, чтобы этот ресурс времени был заполнен содержанием неба и усвояемостью в нашем духе и в нашей душе и в нашем сердце, чтобы растворить верой все, что услышано. А вера через это пусть получит импульс к жизни и к росту. Я благодарю Тебя, Небесный Отец, за то, что мы молимся, а Ты нас слышишь. Мы взываем, а Ты отвечаешь. Мы ожидаем, а Ты посылаешь. И в нашу жизнь приходят Твои посылки, Твои грамоты, Твои ответы. Эти грамоты охранительные, потому что враг не может переступить ту черту, которую Ты проводишь вместе с нами, как с работниками Твоими. И мы Тебе еще нужны на земле, поэтому мы хотим исполнить эту волю. Мы хотим сделать дело, которое Ты нам поручил, но и работая с Твоей внутренностью так, чтобы нам преображаться в Твое подобие. Я благодарю Тебя, Небесный Отец, за это погружение в Твой корень, погружение в Твое имя, в Твое слово, в Твои планы о нас, чтобы нам не бояться впасть в руки Бога живого, потому что Ты удаляешь налет, убираешь всякий шлак, Ты обнаруживаешь то, что было во тьме, и светом Своим выявляешь то, что является опасностью. Я благодарю Тебя, что мы сегодня могли заложить этот фундамент, чтобы двигаться дальше, идти на глубины тех процессов, о которых Ты мечтал на старте человечества. И Ты уже видел, как это будет происходить. И я благословляю сейчас и себя, и Твой народ. Благословляю на эту ночь, благословляю на восстановление сил, благословляю на обработку того, что слышали. И опять и опять я утверждаю, что, дьявол, я запрещаю Тебе прикасаться к тому, что было передано Божьему народу, потому что оно производное небо и туда вернется с прибылью, с Божьим результатом. А ты не имеешь права это трогать. У тебя нет легального основания, потому что посвященное небу в небо и вернется. Ибо Бог сказал, что мое слово тщетно ко мне не возвращается. Оно делает то, ради чего послали. И поэтому производи эту работу, где надо распахать поля, распахай. Где надо вычерпывать или доставать то, что мешало, дай это достать. Вырвать любые сорняки, колючки, терновник, но приготовить почву для того нетленного семени, который приносит урожай в Твою славу. Благодарю Тебя, Господь, что делая Твое дело, мы можем сказать, а нам ничто не повредит. Нам ничто не повредит. Господь дал нам власть наступать, на змеев, скорпионов, на всякую силу вражью. И я благословляю вас, ангелы, за эту ночь, когда дадь Господь нам отдыхать и мне в этом городе, чтобы ангелы Твои ходили и работали с атмосферой города. Ангелы, я вас благословляю на это действие. Очищать исторические пласты, убирать из современности всякую заразу, опустошающую полдень. Мрак, ходящий во браке ночи, зло разного рода. Во имя Иисуса Христа я благодарю Тебя, что Твои воины, они вышли рядами и отрядами для того, чтобы эту ночь работать. И я благословляю каждого человека в их домах, то, что кто-то оставил и приехал сюда, где жили или живут, где учатся или работают, где семья осталась. Я ставлю туда особую защиту, чтобы там не было поражаемо ничего из того, что является достоянием неба в судьбах людей. Я благодарю Тебя, что мы имеем право словом творить вместе с Тобой. И потому благословляю полнотой защиты то, что нам дает рука Твоя. И это воздаяние, которое пред Твоим лицом, а награда наша с Тобой. И потому, Боже, мы принимаем и воздаяние, и награду, когда придем в вечность. Но воздаяние, оно до вечности, и мы хотим его принять сейчас, потому что в нашей жизни еще много дел, которые надо сделать. И пусть, Боже, все данное Тобой будет разумно и мудро реализовано при Твоем совете. Потому что ничего у нас нет нашего, оно Твое. Оно дано Тобой. И поэтому пусть оно с Тобой при Твоем совете будет правильно распределено. И усилится Царство Твое в практических судьбах конкретных людей. Благодарю Тебя, Небесный Отец, во имя Иисуса Христа. Аминь. Слава Богу за все. Передаю микрофон дальше. Слава Господу. Давайте еще поблагодарим Бога. Спасибо огромное. И многое, что имею сказать, но не буду, ибо все будет лишнее. Уже все сказано. Спасибо огромное. Я чувствую, как Бог поведет нас на глубину. вот в эти дни. Знаете, это последний, наверное, год-два, я прямо, это вот у меня в сердце глубина, глубина, не расширение, а углубление, углубление. И вот я чувствую, вот пришел вот этот момент, когда Бог реально поведет нас практически, да, практически шаги нам. Знаете, извините, я проповедник, да, по Нагорной проповеди я поймал себя, знаете, на мысли. Иногда мы, читая Нагорную проповедь, ну, это же Нагорная проповедь, это, ну, это как начальный уровень, да, ну, где-то мы уже, мы уже типа далеко, но на самом деле это вообще, это, ну, обман, потому что на самом деле вот эти заповеди блаженства, Нагорная проповедь, это, ну, глубина глубин, да, это, это наше основание, это наши корни, это, короче, сильно. спасибо большое. И завтра у нас, завтра у нас в 9 часов мы собираемся, и у нас будет молитва, завтра мы молимся, поем по слову, поклоняемся по слову, и в 10 часов, в 10 часов у нас начинаются семинары, Ольга Дмитриевна будет нам служить завтра целый день, и днем, и вечером, слава Господу, до завтра, отдохните, благословений. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok